Уже праздникальки джон будут выставлены опошние отзнаки у студентские заликовки и почнутся каникулы. Эпидситуация изменила планы многих замежных студентов поехать на родиму. Але немало и тех, кто давно знал заняток по душе в Бресте и с задовольнением застанется тут. На родину в этом году я не хочу. Я хочу оставаться здесь. Некоторые ребята тоже почти все, а нравится здесь, хотят оставаться. Есть и те, кто пожадал повысить узровень ведау навод улетку. Мелис Мамедов – активист университета имя Пушкина. А потому, что застанется в Бресте, наперед летних каникул студент ведау загадя, где и университетское житло, каже, ему подобается, как и навучание. Собираюсь остаться здесь и провести свое лето здесь, заниматься всякими спортивными занятиями, специальные русские языки, курсы откроются, на них пойти, чтобы еще более развивать свой русский язык. Студенты Брестского технического университета, граждане Китая, так само отчувают потребу в выучении русской мовы. Потому что мета у них долготерминовая. Отриманием эдукации, находящейся в Бресте, они обмежевывать не плануют. Два месяца лета китайские студенты присвятят навутцы и навучению уподобанного Бреста. И это в Бресте, это самый юг, я в Беларуси, и самый это красивый город, я думаю, что. Я уже в Бресте 4 года. 4 года, то все равно хочется еще повысить уровень, да? Да. Языковой? Да. Подтягнуть русскую мову и доведаться про беларускую культуру и историю студентам технического университета, да поможет 100-годовая летняя школа. Сяродья Евушния у 70 представников инших краин, их это истотная лижба. Усяго у ВНО больше за 150 замежных студентов, даже для них и подрихтованы иншие занятки. Нашим студентам, иностранцам в период летних каникул предоставляется возможность совершенствовать свои знания по учебным дисциплинам и преподаватели нашего университета осуществляют соответствующее обучение по заявительному принципу. Планы насыщенные, мы это одно ольковое, корыстное и текавое лето. София Бережная, Роман Филюсич, Теллеродокомпания, Брест.